Всем привет! Меня зовут Макс, это Ленивый канал, и наконец-то у нас новое прохождение по Ultimate Admiral Dreadnoughts. На самом деле это очень интересное прохождение. Как вы меня и просили, я решил сделать видео именно по Австро-Венгрии. Это будет действительно сложно. Ну, во-первых, да, сложность, естественно, максимальная, hard. У нас очень маленькие ресурсы в распоряжении. У нас мало денег, у нас мало технологий, у нас небольшие доки. Все очень-очень плохо. При этом, ну, надо заметить, что, ну, чтобы вы понимали степень трэша, у каждой страны, которая нам противостоит, а противостоим мы сейчас в Великобритании, Франции и Италии, у каждой из них флот уже сравним с флотом нашего главного союзника. А мы будем куда слабее нашего главного союзника. Ну, я почти в этом уверен. Что ж, это будет очень сложно. Я призываю вас всех поддерживать меня. Подписывайтесь на Boosty. Подписывайтесь на Discord канал. Если вдруг YouTube все-таки умрет, именно на Discord канале будут новости, куда я перееду. Хотя я постараюсь все-таки запилить какой-то новостной ролик, если YouTube все-таки уйдет. Но я надеюсь, что этого не случится. Что ж, поехали в Ship Decision. Нам необходимо построить мощный флот. Итак, первым делом, естественно, это Battleship. Battleship это то, что нам необходимо максимально эффективно и хорошо. Эти корабли будут обеспечивать наше превосходство на море. Итак, ох ты ж, бог ты мой. У нас есть отличные новые орудия, которые позволяют нам стрелять эффективно даже на 15 тысяч метров. Учитывая, насколько точны пушки, пожалуй, я предпочту 305. Я надеюсь, что они достаточно хорошо поворачиваются. Да. Теперь мы добавим ПАЛС. ПАЛС. Вообще, в идеале, посмотрим. Ну, мы не выиграем сильно в весе. Нам бы в идеале просто две трубы все-таки. Да, это даст нам очень большой буст потенциальный. Нам нужна еще и легкая артиллерия. Нам много что нужно. Во-первых, конечно же, возьмем Никель Стиль. Это будет дорогой корабль. Мы не можем позволить себе дешевые корабли, потому что мы будем вынуждены противостоять более многочисленному противнику. Это угольное отопление. Это натуральные бойлеры. Стим Стирлинг. Не вижу смысла делать гидравлику. Барбеты, давайте один. Антиторб два, двойное дно. Улучшено. Мы будем действовать только в Средиземноморье. Я не вижу для нас других выходов. Так. Мы можем, конечно же, уменьшить бим. Это высота. Нам не нужна высота, как таковая. Мы можем сделать более высокий корабль. Это, естественно, скажется на... Сделав, вот, скажем так, более широкий корабль, мы значительно увеличим полезные площади. Мы увеличим развесовку. Но с другой стороны... Сколько вот сейчас? Знаете, все-таки, да, мы сделаем широкий корабль. Это не самое оптимальное решение. Не буду врать и говорить, что это прям вот то, чего нам необходимо. У нас 4-weight offset. Мы пытаемся, естественно, его уменьшить. Мы еще не ставили вспомогательный калибр, конечно же. Поэтому, возможно, все станет куда как лучше. В качестве вспомогалки нам необходимы максимально эффективные по точности пушки на ближней дистанции. И тут, пожалуй, подадут 76, потому что пятерки это уже слишком. Так, хорошо. У нас многочисленная пусть и достаточно слабая второстепенная артиллерия. У нас очень хорошие вспомогательные пушки, по идее. Но можем ли мы позволить... Нет, мы не сможем поставить сюда 102. А жаль, очень бы хотелось, знаете ли. Так, все-таки никак. Ух, как жаль. Вот если бы здесь еще поставить вот так от спарочки 50-миллиметровую, это будет вообще шикарно. Апс, 76 миллиметров сюда не влазит. Вот же грусть. Ну что ж, 51 миллиметр это тоже пушка. Хорошо. У нас for wait 7,7. Сейчас мы уберем тогда вот это вот. Мы уберем вот это вот. 2. 1. 0,6. Так. Отлично. Вот наш кораблик. 12 тысяч тонн. Нехилая махина получается. Угу. Главные снаряды. У нас... Макс Хае. Нужно ли нам максимальное пробитие? А знаете, мы поставим стандарт. Вспомогалка тоже стандарт. Не вижу смысла ставить максимум повреждений. Так. Теперь по повреждениям от Хаешных снарядов. Так. Блин, можем сделать бронебой на фугасные снаряды, по факту. Но я не вижу в этом особого смысла. Давайте сделаем... Ну, собственно, да. У нас, собственно, сделаем взрыватель на носу. Бронебойные. Полубронебойные. О-о-о-о. Так. Ну, да. Мы ставим снаряды с колпачком. И тут без вариантов. Стандартный Shell Size. Да, пожалуй, у нас 305. Этого достаточно. Стандартный. И вот тут, конечно, очень важный вопрос. Какие у нас будут... Ну, по-хорошему White Powder. Тут все-таки слишком высокий шанс на Базилите отъехаться. Конкоттен это плохо, но выбора у нас нет. Энханстрилот. Да. Rangefinder. Стереоскопик. Отлично. Вот он, наш корабль. У нас есть еще даже некоторые резервы для того, чтобы все это подделать. Итак, главный бронепоезд 267. На мой взгляд, этого недостаточно. Пожалуй... Прошу прощения. Выбираем 300. 300 миллиметров это уже очень прилично. Второстепенный бронепоезд 200 миллиметров. Справимся? Нет. 150 миллиметров. И 150 миллиметров. Давайте 140 миллиметров. 130. 130. Так, нам нужно немножко увеличить. И на самом деле мы можем себе это позволить. Отлично. У нас есть 21 pitch roll engine efficiency. Давайте посмотрим нашу точность. Accuracy. Так, у нас на самом деле все очень неплохо. Нет, здорово, что добавили и pitch, и roll. Это все прекрасно. Это замечательно. Без шуток, это очень важные параметры. То, что добавили engine efficiency на главную, это просто прекрасно. Теперь я смогу наконец запилить нормальный гайд. Я уже запилил два гайда, на самом деле, и оба из них не были залиты. По одной простой причине. Вчитываться вот в это все огромное количество характеристик для обычного игрока, это слишком тяжело. Поэтому то, что они вынесли эти несомненно важные характеристики сюда, это прекрасно. Так, ну теперь возникает вопрос. Ага. Ну, да, большой pitch. Зато очень маленький roll. Да, в общем-то, ну... Ладно, мне нравится. Поехали. Этот корабль будет называться... Бобинберг. Сохраняем. Выходим. Хорошо. Противник опять BB. А сколько у нас ресурсов? 280 миллионов. Один такой стоит... Ну, кстати, в принципе... Да? Ладно, да. Давайте новый дизайн. Сейчас мы будем делать то, что будет основой. Это вообще уже очень напоминает Германию. Потому что вы сами видите, что, судя по всему, наши тяжелые крейсера станут нашим спасением во многом. Так. А вот тут интересный момент. А давайте мы сделаем... Очень живучий тяжелый крейсер. По весу... Эти трубы выходят эффективнее. Отлично. Да. Ух, странненький корабль. Не буду даже ничего говорить. Так, а давайте смотрим, насколько... Так, ну тут все понятно. Нам нужен ноль. Ноль. У нас уменьшается пич. Корабль становится больше, дороже. Но зато... Итак, что мы поставим в качестве главного орудия? Нам нужно что-то, что дает максимальную точность на ближайне 100. 11, 18, 9, 4, 22. Давайте возьмем все-таки 200... Блин, можно, конечно, попытаться сделать из него прям настоящий супер крейсер. Можно взять 203 миллиметра. И пойти не за счет качества. А за счет количества. Такой вариант крейсера, как мне кажется, представляет серьезную угрозу для кого угодно. Вы посмотрите на это чудовище. Либо мы можем использовать 203 как вспомогательный калибр и добавить сюда кимы 279 миллиметров. Но, по-моему, в данном варианте это очень даже неплохой... Блин, мы не оставили на наших ББшках торпед. Сейчас так доделаем. Необходимо не забыть то, что куда же мы без торпед. А куда их там вставлять? Не будет на ББшках торпед. Это очень спорное решение, конечно, в случае с этой игрой, но... И у нас есть выборы. Так! Ну, хотя бы Балкхедс нормально. Давайте сделаем их на 10 тысяч километров. 20 узлов это очень даже нормально. На мой взгляд. 3 expansion, круп, вторые барбеты, второй антиторб, в бойное дно, рейнфост и цитадель 2. Максимум, что можно. Ох тыж, какой огромный ролл, подождите-ка. А он так будет еще больше, да? Слишком большой ролл. Ладно, делаем более стандартный корабль. Давайте поставим сюда максимально возможные 279 миллиметров. Да, это внушительно. Это похоже на очень серьезную артиллерию. В качестве вспомогательной будем использовать Mark II 127 миллиметров. Они очень хороши. Так. Хотя зачем нам тут настолько много вспомогательной артиллерии? Да ладно, да. Да, да, да. Казематки, 51 миллиметр. Ух, ну этого тут сколько сможем, столько и поставим. Хорошо. Угу, угу, угу. У нас forweight offset 7%. Ну, благо это можно легко поправить. Так. 5,9, а если мы уберем эти пушки. 4. А, мы можем передвинуть? Мы можем передвинуть, но это не очень хороший вариант. Хорошо. Давайте уберем немножечко. Раз. Два. Отлично. Ну-ка, казематки сюда встают. Читаем. Не увидел. Нет, не встают. Хорошо. Все-таки добавим еще одну 127. Она здесь вполне себе в тему. 22,5%. Давайте еще одну 51 миллиметр уберем. Так, ну больше мы не уберем их. Сдвинем. Хорошо. Это и так по максимуму. Ну что ж, немножечко сейчас поэкспериментируем. Так, нам не нужно. Нужно стандартный. Я не вижу смысла. Пусть будет стандартный. Noise fuse. Давайте base. Хотя нет. Можно, конечно, soft cop. Shell fuse time. H-shell penetration. Нет, все-таки. Хотя. Давайте soft. Естественно, бронебойки. Тут все нормально. Нормально. White. Conkotan. Enhanced. Past. 18 inch. Ну, стандартные торпеды. Окей, 84. Ну и стереоскопик. Давайте coincidence. Хорошо. И вот тут вопрос. 300 миллиметров. Да, почему бы и нет. 200 миллиметров. 200 миллиметров. Так. Так. Мы уменьшим немножко основную бронепалубу. Ладно. Так. Давайте добавим 10 миллиметров брони на Super Structure. Она хоть немножко будет бронирована от осколков. Так. Так. Угу. Угу. Оптимально. Угу. Хорошо. Это выглядит как корабль, который имеет право на жизнь. Пусть и с некоторыми очевидными проблемами. Так. Хорошо. Нужен еще один дизайн. И это будет легкий крейсер. И вот тут вот вопрос. Будет ли это semi-armored или полноценный лайт? Я думаю сделать semi-armored круизер. Это полу бронированный крейсер. И самое главное. 2 тд. 2 торпедных аппарата. М-м-м-м. Да. Берем стандартный. Отлично. Хорошо. Замечательно. Мы не будем его наверняка расширять. Смысл в этом вообще не вижу. Это. Ну. По факту то что. Вот мы сейчас сделаем дро. Так. Это. Угу. Нам не нужен. Нет. Можем сделать его узким конечно. Но это сделает корабль очень нестабильной платформой. Мягко говоря. Да. 178 миллиметров. Это наш неплохой вариант. Теперь казематки. 76 миллиметров по всему корпусу. Этот корабль должен иметь возможность противостоять противнику эффективно. Главная башня. Немножко вперед. Так. Вот он наш будущий рейдер. Залог победы. Или нет. 6500. Эй. Ну какого фига? Черт. Эм. Вы серьезно? А почему? Это же тупо. Блин. Ладно. Для меня это несколько странно. Окей. То есть да. Я не могу поставить нормальную второстепенную башню. Ну работаем с чем есть. То уж тут сказать. И конечно это предельно странная фигня. Переносим трубы немножко сюда. Угу. Так. Допустим. Ох. Какой же он уродливый. Боже мой. Какой ужас. Так. Не 76. Не 51. Пихануть толком. Ну только сюда. Почему питч так сильно возрастает? Угу. Понятно. Либо как правильно питч отрегулировать. Но это что-то чувствую. Не в моей компетенции. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это что-то совсем трэш какой-то. Давайте так. Давайте так. Хорошо. Теперь. Ой. Крупка. Барбеты. Двойное дно. Кринпост. 11 тысяч километров. Нормально. Нормально. Это все-таки рейдер в таком-то виде. Масчет макс хе. Давайте инкрист хе. Инкрист. Софт капт. Капт. Можно конечно звездануться. И сделать увеличенный. Ой. Но он так не точный. Нет. Вайт. Конкоттон. Можно конечно сделать адванс гидравлик. Даже электрика. Ну блин. Нет. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Так. Энханст. Естественно. Фаст торпеды. 18-ти анчевые. Увеличим боезапас. Ой. Блють. 25 пича. И что с этим делать? Ага. Бесполезно. Ладно. Я не знаю. Как в данном случае. Уменьшить пич. Так. Хорошо. Хорошо. Где наш пич? 25. Вейт. Дисторпшн. Ну понятно. Но с другой стороны. Это плата за наши 178 миллиметров. Окей. Ладно. Увеличиваем главный бронепоезд до 150 миллиметров. 140. 130. До 20. Соточки. Так. Ну ладно. Можно конечно уменьшить. Ам. Наш боезапас. Но что-то и не хочу. А. Так. Вот так вот. Нам нужно увеличить. не самый бронированный легкий крейсер который я строил но его перный театр настолько влияет бог ты мой ладно ну грустно но идеально идеала не получится тоже у нас надо посмотреть сколько противника осталось противника много торпедных лодок и много эсминцев нам надо с этим что-то делать господи как мы с ним бороться то будем и так на этом пожалуй эта серия заканчивается дальше у нас осталось всего два корабля на проектировку и мы наконец-то приступим к боям